Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вторая часть нашей аудиокниги. Я прочитала ваши все комментарии. Всем спасибо! И со многими я согласна, девчонки, что нужно... Там девушка написала, что лучше книгу положить на стол и читать. Тут я согласна, потому что вы бы видели все картинки, схематические узоры. Но эта книга у меня в PDF-формате, поэтому я вывела изображение на экран, съемку экрана. Вот книга вот так вот выглядит. Я не знаю, это ли титульная страница или это вторая страница. Понятное дело, что это PDF-версия и она... Ну, сами понимаете, давайте я не буду как бы углубляться. Вы сами все прекрасно понимаете. Вот я прочитала в прошлой части первую, как бы первый вариант. Еще одна девушка написала, что хорошо бы было, если бы я читала и высказывала свое мнение. С этим я согласна, но я поначалу как бы подумала, что вам это может мешать. Ну, в любом случае, я думаю, что это так и будет, потому что мне как бы хочется, да, высказаться вот по поводу чтения, в процессе чтения. Да, и по поводу качества моего чтения. Да, я согласна, что это далеко еще от идеала. Ну, у меня есть шанс научиться, я буду стараться. Вот, значит, в прошлом видео я прочитала первую часть про историю моды, история возникновения моды, слышите, вязание. Вот, а сейчас я хочу прочитать вам следующий раздел про пряжу. Вот, я вот так вот буду читать, и вы просто можете здесь все схематические узоры, вы можете, картинки, вернее, вы можете просто эти картинки поднять в глаза, глазки от вязания и посмотреть. Вот, еще хочу обратить наше внимание, да, я думаю, вы видите, что буквы размыты, поэтому, возможно, и поэтому чуть-чуть неудобно мне читать. Вот, итак, начнем. Следующий раздел этой книги – это пряжа. Пряжа является неотъемлемым элементом вязания, если не принимать во внимание спицы и инструкции. Пряжа для вязания является готовым продуктом. Каково бы ни было качество пряжи, оно обязательно проявится в связанном изделии, и никаким искусственным вязанием нельзя вложить в изделие качества, которым пряжа не обладает. Раньше продавалось не так много видов пряжи, и вязальщицы знали все их основные свойства. Но рынок чрезвычайно расширился, были изобретены новые типы пряжи, дополнение к традиционной тройке – шерсти, хлопка и шелка. Для традиционных волокон были изобретены новые способы обработки, и благодаря инновационным методам прядения и смешивания волокон постоянно производятся новые интересные виды пряжи. Знание, из каких волокон состоит вязальная пряжа, а также технологии их изготовления, поможет вам правильно выбрать подходящую пряжу для работы. Структура пряжи. Пряжа состоит из скрученных волокон, однако не только лишь от содержания волокна зависит внешний вид пряжи. На конечный продукт влияют обработка волокон и способы их скручивания в пряжу. Волокна вырабатываются в виде длинных нитей, мононитей и штапеля. Мононит непрерывна, ее длина может измеряться километрами. Штапельные волокна гораздо короче, и длина измеряется в сантиметрах. Шелк единственный материал, нити которого имеют природное происхождение. Все синтетические волокна изначально сформированы в мононите, после чего позже они могут быть обрезаны по длине штапельных волокон от 3,75 до 16,25 сантиметров. И скрученную в пряжу. Обычная пряжа, произведенная из мононитей, гладкая и блестящая. Чаще всего она для вязания, используется скрученная пряжа, то есть состоящая из нескольких скрученных мононитей. Все остальные натуральные волокна имеют различную длину штапеля. Пряжа, скрученная из штапельных волокон, состоит из большого количества коротких нитей. Чем длиннее штапель волокна, тем более гладкой и блестящей будет пряжа. Вот почему так высоко ценятся пряжи из длинной шерсти, мериноксовых овец и египетских длинноволокнистых хлопок. Все штапельные волокна сначала подвергаются начесыванию, чтобы очистить и распутать их. Среднюю по толщине пряжу производят путем формирования из волокон толстого нетугого жгута и последующего вытягивания и прядения. Для получения тонкой пряжи после начесывания волокна проходит гребеной отчес, во время которого удаляются короткие волокна. Оставшиеся длинные волокна очищаются и располагаются параллельно перед последующим прядением. Прядение это процесс раскручивания нитей. Стандартом предусмотрено два типа крутки. 5 крутка, то есть первое направление кручения нитей. Левое, ой, извините. А, S. Ой, девчонки, извините. Вот видите, как совсем плохо видно. Мне нужно взять другие очки. S крутка, то есть левое направление кручения нитей. И Z крутка, то есть правое направление кручения. Некоторые типы пряжи с Z круткой, свиты из одиночных нитей, с S круткой. Ага. Опять за... Некоторые типы пряжи с Z круткой, свиты из одиночных нитей, с S круткой. Понятно. Тонкая пряжа обычно скручена плотнее более толстой пряжи, так как для прочности нужно больше витков при скручивании. Чем длиннее штапельные волокна, из которых прядется нить, тем меньше витков нужны для их соединения. Прядь это одна из скрученных нитей, образующих, собственно, пряжу. Пряжа состоит из скрученных вместе прядей. Двухрядная пряжа скручена из двух прядей. Трехрядная пряжа скручена из трех прядей и так далее. Количество прядей влияет на прочность пряжи, ее равномерность и толщину. Однако от количества прядей не всегда зависит толщина пряжи. Четырехпрядная пряжа из плотно скрученных прядей может быть тоньше свободно скрученной однопрядной или двухрядной пряжи. Недавно появились пряжи, скрученные из двух разных типов прядей или пряжи из одинаковых прядей, но скрученных с разной скоростью. Так, пряжа букле получается, когда слабонатянутая нить обзвивается вокруг более натянутой нити, образуя петли, затем обе нити скрепляются в третью туго натянутой нитью. Узелковая пряжа или пряжа с утолщениями получается, когда во время скручивания добавляются пучки волокон или же при регулярной скорости скручивания, в результате чего образуются узелки и утолщения. Синель не скручивается, оно выполняется из ткани специфичного переплетения. Уток ткани сформирован из мягких скрученных нитей. Затем ткань нарезается вдоль на узкие полосы, края которых слегка разваливаются, придавая синелии вид ёршика. Другие фасонные пряжи создаются путем сложения самых разных типов пряжи, чем достигаются необычные эффекты. Шерстяная пряжа бывает гребённая, комвольная или чёсанная, кардная. Гребённая шерсть пройдется из длинных параллельно расположенных волокон и на ощупь она гладкая и плотная. В американской вязальной терминологии название гребённая обычно относится к самой распространенной пряже средней толщины, а не к способу её изготовления. Перле характерное название для плотно скрученной гребённой тонкой пряжи. Я, если честно, вообще читаю вот это первый раз и первый раз слышу эту информацию. Лично я этого всего не знала. Чёсанная шерсть подходит только карда... Боже, какой кошмар! Вот тут ещё я и замыкаюсь, потому что тут совсем я, если честно, для меня это сложно. Чёсаная шерсть проходит, а проходит только кардачесание, без последующего гребённого очёса. Чёсаная шерсть придётся из коротких волокон. Она более ворсистая и не такая прочная, как гребённая. Широко известны два вида чёсаной пряжи. Исландская шерсть, однопрядная пряжа средней толщины. И шотландская шерсть, однопрядная тонкая пряжа. Обалдеть, девчонки! В ассортименте имеется пряжа самой разной толщины. Так, правильно, правильно. Начало ли это страницы? От самой тонкой до объёмной. Названия обычно использовались для обозначения различной толщины и, возможно, раньше имели специальные значения. Но теперь это лишь ориентир и разные прядильщики часто используют один термин для пряжи разной толщины. Кроме того, прядильщики из разных стран имеют собственную терминологию для описания видов пряжи, но усиливает, что усиливает путаницу. Тонкая шерсть, называемая в Британии двух или трёхпрядной. Тонкая пряжа, которая подходит для вязания одежды облегающего силуэта или детской одежды. Спортивная пряжа в Британии четырёхпрядная. Иногда довольно толстая нить, подходящая для вязания кардиганов и верхней одежды. Самая популярная в Америке пряжа, комвольная, немного толще спортивной и подходит для вязания одежды, в том числе верхней. Британский эквивалент ОК или ДК. Пряжа двойного, а ДК, наверное, двойного соединения, которое немного тоньше американской гребённой пряжи. Аранская пряжа, немного толще комвольная и часто используется для аранского вязания. Из толстых видов пряжи на рынке присутствуют объёмные и высокообъёмные. Пряжа может быть разной выделки. Шерстяные и махьеровые пряжи могут быть чёсанными, когда более длинные шерстинки выступают на фоне центральной нити. И пряжа выглядит пушистой. Устойчивая к машинной стирке пряжа обработана таким образом, что изделие из можно стирать и сушить в стиральной машине, не опасаясь усадки. Некоторые виды шерстяной пряжи прошли специальную обработку на устойчивость к моле. Обычно подробные качества пряжи указаны на этикетке. Процесс мерсеризации повышает прочность хлопковой пряжи и придаёт ей блеск. Вот это я знала. Натуральный цвет пряжи варьируется от белого и бежевого до коричневого и чёрного. Пряжу можно окрасить различными способами и не только в однородные тона. Самый простой способ создания многоцветной пряжи это просто скрутить пряжу из пряди разного цвета. Ещё один способ смешивания нитей, состоящий из окрашенных в различные оттенки волокон. При промежуточном окрашивании в пряже различные цвета сменяются сквозь неравные промежутки. При печатном окрашивании цветовые интервалы строго соблюдаются. Внешне проявление разноцветной пряжи в изделии меняется в зависимости от ширины вязаной детали. Поэтому предсказать с помощью образца расположения цветов на полотне невозможно. Узкие рукава также могут отличаться узором от более широких деталей изделия. Ну, это говорится, девчонки, тут я выскажу свое мнение о градиенте. Да, это у меня было, и это мы все прекрасно знаем, что градиент имеет определенную длину, да, и вот если вязать спинкой, то полосы получаются узкие. Если вязать полочки, полосы получаются широкие. Вот тут, да, тут я все прекрасно как бы вижу, потому что сама столкнулась с этим. Также сегодня в продаже имеются пряжи, произведенные из необычных материалов и стандартным способом, такие как бумажная пряжа, бечевки, ленты и шнуры. Ну, это тоже уже нам знакомо. Все вот эти рафии, ленточные пряжи, да, это мы уже все знаем и пробовали, летали, да, скажем так. Есть несколько типов намотки пряжи. Пасмот свободно скрученный по спирали моток пряжи, чтобы пряжа не запутывалась. Пасмот перетягивают в нескольких местах ниткой. Перед использованием перемотайте пасмот клубки, имеющиеся в продаже мотки пряжи и клубки самых разнообразных форм уже смотаны изначально. Ну, уже в пасмах не продают. Это я помню еще со школы, с детства. Мотки смотаны таким образом, чтобы внутренний конец нити легко можно было вытянуть из средины мотка. Иногда встречаются пряжи, намотанные на картон или какую-то основу, на цилиндрические или конические бобины. Намотаны очень большие объемы пряжи, предназначенные в основном для машинного вязания. Мотки пряжи. Большинство мотков пряжи для ручного вязания имеют бумажную этикетку, на которой содержатся основные сведения о составе пряжи, специальной обработке волокон, например, мерсеризация, устойчивость к моле или машиной стирки и прочие. Инструкции по стирке. На этикетке может быть указана предполагаемая плотность вязанного полотна из данной пряжи, толщина спиц и фактическая длина пряжи в ярдах или метрах. Небольшие отклонения допустимы. На этикетке также указывается название или номер цвета и номер лота. Пряжа окрашиваемся партиям, которые называются лотами. Между разными партиями пряжи может иметься небольшая разница в тоне, поэтому старайтесь сразу купить нужное количество пряжи с небольшим запасом. Если вам необходимо докупить пряжу, чтобы закончить работу, убедитесь, что она из той же партии. В некоторых случаях, если речь идет о синтетической пряже, информация о пряже и торговое название волокна указаны на языке страны-изготовителя. Так, девчонки, здесь вот у нас как бы на картинке текстуры пряжи. Так, и мы переходим к условным обозначениям на этикетке. Да, я думаю, это полезная информация, что у нас. Так, спицы рекомендуемые, крючок. Я не знаю, наверное, тоже в зависимости от производителя. В принципе, везде одинаково. Вот плотность вязания, ручная стирка. В чуть теплой воде, смотрите, закрашена рука, ручная стирка в теплой воде. Температура не выше указанной обычно здесь. Вот, да. Машинная стирка в теплой воде, в теплой воде. Машинная стирка, отбеливание, хлор отбега, гладить нельзя, запрещено, гладит при низкой температуре. Но эти условные обозначения, это всем как бы известно. Так, волокна, грубая шерсть. Вот так вот выглядят волокна. Так, далее читаем про волокна. Существует два основных типа волокон. Натуральные и синтетические. Натуральные волокна разделяются на волокна, так, увеличить, животного происхождения. На основе протеинов шерсть, мохер, альпака, кашемир, бикунья, дерблюжья, шерсть, ангора и шелк. И волокна растительного происхождения. На основе целлюлозы, хлопок, лен, рами, сизаль, пенька и джут. Все волокна животного происхождения могут быть испорчены молью, чьи личинки питаются протеинами волокон. Синтетические волокна были изобретены после Второй мировой войны и производились из разных минеральных источников. Единственным исключением является вискоза, которая появилась намного раньше. Вискозу производят из отходов переработки древесины и хлопкового волокна. Вискоза находится между натуральными и синтетическими волокнами, так как одна вырабатывается искусственным путем, но из природного материала целлюлозы. Волокна животного происхождения. А, волокна животного происхождения. Ой, читака. Шерсть. В группе натуральных волокон основным видом по объему использования, безусловно, является шерсть. Она настолько популярна, что некоторые вязальщицы любую пряжу называют шерстью, независимо от того, из каких волокон эта пряжа состоит. Пряжа из шерсти овец теплая, эластичная, прочная и очень хорошо окрашивается. Шерсть обладает превосходным теплоизолирующим свойствами. В шерстяной одежде тепло зимой и не жарко летом. Вот почему одежда бедуинов, живущих в пустыне, шьется, как правило, из шерстяных тканей. Волокна шерсти завиваются от природы, создавая зоны неподвижного воздуха, которые и формируют изоляционный барьер, препятствующий сваливанию волокон. Шерсть может впитывать воду до 1 трети собственного веса, прежде чем стать влажной на ощупь. Способность шерсти медленно поглощать и выделять из себя влагу, усиливающую изоляционные свойства, а также облегчает процесс окрашивания. Кроме того, шерстяные волокна могут неоднократно сгибаться, не ломаясь и пружинисто возвращаться к своему первоначальному состоянию. Потому шерстяные и не только шерстяные ткани, не только очень ноские, но и почти не мнутся. Девчонки, догадываюсь здесь. Поверхность шерстяного волокна покрыта тонкими чешуйками, наложенными внахлёст. Подобна черепица на крыше, я так понимаю, на крыше. Под воздействием горячего воздуха, влаги или трения чешуйки соединяются, вызывая сваливание и, наконец, сжатие. Различается шерсть в зависимости от породы и типа овец. Шерсть огнёнка, полученная от первой стрижки, очень тёплая и мягкая. Шетленская шерсть придётся из шерсти овец шетленских островов. Шерсть с этих овец не состригается, осчёсывается в течение всего года. Название применительно к свободно скрученной двухпрядной шерстяной пряжи, часто используемой в жаккардовом вязании. Мериносовая шерсть производится из очень длинной и мягкой шерсти мериносовых овец. Шерсть ботани – тонкая пряжа из шерсти австралийских мериносовых овец. Как и шетленская шерсть, ботани стала общим названием очень тонкой и мягкой шерстяной пряжи. Исландская шерсть – пушистая шерсть средней толщины. Обычно используется при вязании традиционных исландских круговых свитеров. Махер. Махер – очень тонкое и тёплое волокно из шерсти ангурской козы. Когда-то эти козы жили только в регионе Турции-Анкара, раньше Ангора. А в наши дни крупнейшим производителем махера является Техас. Детский махер производится из шерсти козлят, которая мягче и тоньше шерсти взрослых коз. Махер обладает многими свойствами овечьей шерсти, такими как теплоизоляция, лёгкость в окрашивании и простой уход, но несколько менее эластичен. Чтобы пряжа не распадалась отдельный, обычно махер смешивается с шерстяной или нейлоновой нитью. Альпака. Пряжа альпака производится из шерсти ламы альпака, одного из представителей семейства верблюжьих, обитающих в Южной Америке. Волокна альпака длинные и блестящие, а пряжа из этих волокон тёплая и мягкая. Поскольку натуральный цвет шерсти варьируется от бежевого до коричневого, то перед окрашиванием пряжу альпака предварительно обесцвечивает. Пряжа альпака считается самой тонкой. Кашемир. Кашемировая пряжа стала синонимом роскоши. Волокна кашемира не состригаются, а целый год счесывается под брюще кашмирских коз, обитающих в горах Китая и Тибета. Пряжа из этих волокон необычно мягкая, эластичная и очень восприимчивая к окрашиванию. Кашемировая пряжа очень дорогая, а волокна несколько менее прочные по сравнению с овечьей шерстью, поэтому часто ее смешивают с другими волокнами, в частности с волокнами овечьей шерсти. Верблюжья шерсть. Пряжа из шерсти двухгорбового верблюда, верблюда, шерсть не состригают, а собирают отпавшую. Ух ты! Верблюжья шерсть прочная и теплая, и потому используется для производства одежды. Шерсть верблюда плохо поддается окрашиванием, потому обычно бывает натурального цвета. Ангора. Шерсть ангорского кролика необыкновенно мягкая, пушистая и теплая. Ангора это шерсть кролика? Производить пряжу из короткой ангорской шерсти чрезвычайно трудно, поэтому ее очень часто комбинируют с другими волокнами. Высококачественную шерсть ангорского кролика точно кролик, а я вообще даже не представляла, что это кролик, чтобы не потерять ни одной шерстинки. С одного животного можно получить немного шерсти, поэтому ангорская пряжа дорогая. Прочие волокна животное происхождение. Из тонкой шерсти мускусного быка, обитающего на Аляске, производят кивиут очень теплую и деликатную пряжу. Лама викунья, родственница альпаки, тоже имеет теплую и мягкую шерсть, несмотря на то, что викунья практически исчезла, а ее шерсть очень дефицитна. Шерсть яка, норки, шиншиллы, северного оленя и бобра тоже используются для изготовления пряжи. Особо увлеченные вязальщики придут пряжу даже из собачьей шерсти. Ну а норку у нас облюбовали китайцы, да? Только у них норки искусственные. Вот уж умельцы. Шелк. Шелк причисляет в группе волокон животного происхождения, так как он имеет белковую структуру. Из двух прядильных желез, расположенных в передней части головы другого шелкопряда, выделяется белковая жидкость, которая при соприкосновении с воздухом отвердевает, превращается в видное волокно, из которого гусеница строит вокруг себя кокон. Длина одного волокна достигает 1500 метров. После того, как гусеница свела кокон, его разматывают. Гусеница при этом погибает. Дикие шелкопряды вырабатывают довольно грубые волокна, в отличие от домашних, которые питались исключительно листьями шелковицы. Шелк обладает превосходным теплоизолирующими свойствами. Блестит, хорошо окрашивается, но склонен к выцветанию. Шелковая нить очень прочная, но не эластичная, поэтому вязаные шелковые изделия немного вытягиваются при носке. Волокна растительного происхождения. Хлопок. Волокно хлопка – одно из самых известных и распространенных в древности текстильных волокон. Хлопок выращивается в теплом климате по всему миру. Существует много видов хлопка. Самый тонкий и мягкий египетский, приморский и хлопок пима. Все виды хлопка обладают антиаллергенными свойствами. Хлопок быстро впитывает влагу и также быстро высыхает, что придаёт изделиям охлаждающий эффект. Из-за того, что в мокром состоянии хлопок гораздо прочнее, чем сухом, его легко стирать, не прибегая к специальным средствам, столь необходимым в уходе за волокнами животного происхождения. Однако хлопок не так эластичен, как шерсть, поэтому склонен к вытягиванию. В процессе мерсеризации от имени изобретателя Джона Мерсера хлопок обрабатывается щелочью и затем растягивается, что делает его мягче, прочнее, более блестящим и менее подверженным усадке. французский мерсеризированный хлопок Боша называется Фильдекос. Если я правильно прочитала, девочки, всё размыто. То есть шотландская нить, так как Мерсер был шотландцем. В продаже имеется также не мерсеризированная хлопковая пряжа Кабле, матовая по фактуре напоминающая шнурок. Эта пряжа бывает любой толщины и свободно смотана в клубок, но чаще намотана на стержень. Эта пряжа мягче мерсеризированной, но меньше изнашивается. Некоторые хлопковые пряжи смешиваются с небольшим количеством синтетических волокон, что увеличивает эластичность и уменьшает толщину нити. Также хлопок часто смешивают с шерстью для получения более мягкой цветной пряжи. Существует свидетельство, что ещё в 8 веке до нашей эры люди пряли льняную пряжу. Льняное волокно получает из стеблей льна. Растения замачивают, затем отделяют наружную оболочку стебля, чтобы извлечь внутренние волокна, в результате прядения которых получается блестящая и прочная пряжа. Льня очень устойчив к стирке, а льняная одежда очень удобна в жару, так быстро поглощает испаряемую теплом влагу. Льняная пряжа недостаточно упруга и быстро мнётся, хотя в вязаном полотне это не так заметно. Пряжа из чистого льна используется для вязания редко, так как она достаточно жёсткая. Для смягчения её часто смешивают с хлопками или другими волокнами. Льняные волокна тяжёлые, поэтому из них придут очень тонкую пряжу. Рами. Волокна рами напоминают льняные и издавна используются на Востоке, особенно в Китае и Японии. Сравнительно недавно волокна рами стали применяться в других странах мира. Она прочная, блестящая и устойчивая к стирке, но несколько жёсткая и не очень упругая. Сизаль, пенька, джут и рафия. Пенька – волокно, получаемое из стебля конопли. Джут – натуральное волокно из стебля джута. Сизаль – волокно из листрев агавы. Эти волокна грубее и тяжелее волокон льна или рами и обычно применяются для канатно-верёвочных изделий и мешковины. Девчонки, я ещё раз прошу прощения, очень плохо. Видно, размыто я по большому счёту 50%, догадываюсь. Рафия – вид соломы. Обычно используется для плетения корзин и шляп. Пряжа из синтетической рафии, произведённой из искусственных волокон, похожа на уже перечисленные в виды пряж и продаётся в виде небольших мотков ярких цветов. Пряжи, будучи очень жёсткими, могут оказаться слишком грубыми для рук вязальщицы. Предотвратить натирание кожи поможет пара хлопковых перчаток. Синтетические волокна. Спад в торговле и дефицит, вызванные Второй мировой войной, подтолкнули к огромному увеличению производства волокон из угля и нефтепродуктов. Первым появился нейлон, разработанный предприятием Дупонт в 1938 году. Позже множество других синтетических волокон, в особенности акриловых и полиэфирных. Все синтетические пряжи производятся в виде непрерывных нитей, но для ручного вязания они сматываются из отрезка по длине штапеля в паспу или клубки. Синтетические пряжи всегда пользовались неоднозначной репутацией среди вязальщиц. Их ценят, потому что многие из них можно стирать и сушить в машине. Они не вытягиваются и сравнительно недорогие. С другой стороны, синтетические волокна могут доставлять неудобства. Из-за низкой впитываемости влаги изделия из синтетической пряжи склонны к скатыванию, а сильные загрязнения практически не поддаются чистке. Тем не менее, синтетические пряжи постоянно усовершенствуются и становятся более популярными за счет повышения качества. Нейлон. Нейлон-полиамид. Оригинальное торговое название полиамидного волокна. Нейлон очень прочное текстильное волокно. Износоустойчивое, легкое и эластичное. Полиамидные волокна могут быть извитыми по текстуре. Другие проходят обработку для достижения эластичной пряжи. Однако все они чувствительны к нагреванию. Поэтому глажка полиамидных изделий требует предельной осторожности. Еще один недостаток пряжи с высоким содержанием нейлона, как и всех синтетических пряж, электризуемость. Очень часто нейлон добавляется к другим волокнам для усиления прочности натуральных нитей. Акрил. Группа акриловых синтетических волокон была создана с целью получения мягкости и объемности, которых недостает полиамидным. Акрил по своим свойствам очень похож на натуральную шерсть, однако не обладает ее изоляционными свойствами. Как и нейлон, акрил часто смешивают с натуральными волокнами. Отпаривать изделие из акрила нужно с особой осторожностью. Полиэфир. Полиэфирные волокна обычно встречаются в комбинации с другими волокнами. Волокна этой группы отличаются замечательной несминаемостью, даже будучи мокрыми, что позволяет отлично удерживать форму. При смешивании с другими волокнами полиэфирные волокна придают пряже эластичность и формоустойчивость. Полипропилен. Одно из новейших синтетических волокон, также производимых на нефтяной основе, полипропилен. Волокно обладает хорошими изоляционными свойствами, а его производство очень экономичное и легкое. Пряже из полипропилена близка к шерстяной и обладает меньшей электризуемостью по сравнению с другими синтетическими волокнами. Искусственные волокна. Искусственные волокна не являются синтетическими, несмотря на свое искусственное происхождение. В 1910 году было создано первое искусственное волокно широкого применения. Их выпускают в виде мононитей или штапеля из переработанных натуральных волокон, хлопковой целлюлозы и вторичного сырья шерсти. На рынке представлено два вида искусственных волокон. Вискоза и медно-аммиачное волокно. Вемберг, куприфиль. Их свойства одинаковы, несмотря на различия в химическом составе и технике производства. Искусственные волокна более блестящие и мягче хлопка. Часто окрашены в яркие цвета. Пряжи из этих волокон не эластичные, поэтому резинки, связанные из 100% искусственной пряжи, не будут держать форму. А вязанные изделия могут растянуться. На рынке представлены ленточные пряжи из искусственных волокон, самых разных цветов, а также смесовые пряжи искусственных волокон и хлопка. Металлизированные нити. Существует два типа металлизированных нитей. Первый, нить из очень тонкой металлической фольги, покрытая пластиковой пленкой и нарезанная на узкие полосы. Второй, металлизированные нитмилары. О боже! Имеют форму полиэфирного волокна, обработанного распыленным металлом. Металлическая фольга или пленка могут быть окрашены в самые разные цвета. Современные металлизированные часто смешивают с другими волокнами для придания прочности. Некоторые металлизированные пряжи достаточно жесткие и могут поцарапать кожу, хотя в последнее время их качество улучшилось. Эластичные нити. Эластичные нити используют в сочетании с другой пряжей. Их можно ввести в работу во время вязания или же обвязать ими готовое изделие. Замена пряж. Иногда в распоряжении вязальщицы не оказываются пряжи, указанные в инструкции или же задуманные самой вязальщицей. Тогда приходится искать замену, но заменить одну текстуру на другую очень сложно. Единственный способ правильной замены пряжи – связать образец и сравнить плотность полученного полотна с плотностью полотна из пряжи, указанной в инструкции. Следующий раздел, девчонки, у нас – вязальные принадлежности. Первое. Подраздел – спицы. Основным инструментом вязальщицы являются спицы. Сегодня в продаже имеется огромный выбор всех типов спиц из разных материалов. Важно помнить, что выбранные вами спицы должны полностью вас устраивать. Если вы сталкиваетесь с каким-либо трудностями при использовании спиц, замените их на другие. Ваши рабочие спицы должны быть удобными и помогать вам в вязании. Именно от правильного выбора спиц зависит успех задуманного. О спицах обычно вспоминают в самую последнюю очередь. После выбора понравившейся модели и подходящей пряжи мы пытаемся припомнить, есть ли дома спицы нужной толщины. Однако, помимо номера спиц, есть еще несколько важных деталей, с которыми мы хотели бы вас ознакомить. Вот здесь очень интересно, потому что я обычно так и делала. Вот такие спицы у меня есть, я ими и вязала. Итак, вязальные спицы можно разделить на две категории – прямые и круговые. Прямые спицы используются при плоском вязании отдельных деталей, которые впоследствии будут сшиты в цельной изделии. Вязание осуществляется в прямом и обратных направлениях. Круговые спицы позволяют вязать по кругу, моделируя вязанное полотно в готовое изделие. Одноконечные прямые спицы, закрытые, имеют один рабочий конец и ограничитель на другом конце, и продаются парами. Обоюдоострые двухконечные прямые спицы, которые также называются чулочными, имеют два рабочих конца и используются при круговом вязании. Мелких изделий и небольших фрагментов продаются в наборах по 4 или 5 спиц, в зависимости от производителя. Две спицы с рабочим концом, соединенные гибким тросом, называются круговыми спицами. В продаже имеются наборы круговых спиц с дополнительными рабочими концами и соединительными тросами. Это позволит Вам самостоятельно менять длину спиц, не покупая новые. Гибкие спицы с одним рабочим концом и с ограничителем на конце гибкого троса. Круговые спицы имеют много преимуществ, они позволяют менять направление работы, не растягивая полотно. Также на круговых спицах удобно вязать тяжелые вещи. Весь изделие лежит на коленях и руки не так устают. Благодаря гибкости троса на круговых спицах удобно вязать в тесном пространстве. Например, сидя в кресле с подлокотниками. Круговые спицы легко поместить в сумку и можно продолжать вязать в автобусе или метро. Не мешает длинными спицами окружающим. Даже при вязании плоского полотна Вы можете использовать круговые спицы. Просто поворачивая работу в конце каждого ряда, как если бы Вы вязали на прямых спицах. Все спицы и прямые и круговые имеют определенный диаметр. И длину. Номер спицы определяется ее диаметром, имеющим специальное обозначение в американской или европейской метрической системе. Размеры спиц по американской метрической системе варьируются от 0 до 15. Чем больше диаметр, тем выше цифра, ее обозначающая. Есть очень толстые спицы, американское название джамбо. Диаметром 17-19 и выше. Размеры спиц, предназначенные для вязания кружев, варьируются от 0 до 4 нулей. Ух ты! Вот этого я не знала. По европейской метрической системе диаметр спиц обозначается в миллиметрах. И размеры варьируются от 2 до 10 миллиметров. В США размеры большинства спиц обозначены по американской и европейской метрическим системе. Ниже приведена таблица соответствия метрических систем мер разных стран. Некоторые размеры не имеют специального обозначения. Вязальщицы, которым спицы достались в наследство, от бабушки должны знать, что старые английские спицы имели совсем другие обозначения размеров. Поэтому придется воспользоваться измерителем. Но тут информация скорее не для нас, девчонки. Потому что у нас все понятно и все читаемо, потому что диаметр в миллиметрах обозначает номер спиц. Так, я не буду вот это, кстати, дочитывать по длине. Так, я прочитаю то, что нам нужно как бы... То есть по размерам неинтересно, да? А вот прочитаем. А, длина спиц какая встречается, это тоже, я думаю, не буду. Про толщину. От толщины спиц зависит плотность вязанного полотна. Длина же спиц зависит от того, что вы вяжете. Например, выбирая круговые спицы, для вязания свитера по кругу нужно учитывать длину окружности изделия. Как правило, свитер окружностью 56 сантиметров удобнее вязать спицами, длина которых 40 сантиметров. Свитер с обхватом груди 102 сантиметра удобнее вязать свитцами длиной 60, 80 или 90 сантиметров. Вы можете найти круговые спицы длиной 29 сантиметров для вывязывания мелких деталей, таких как манжеты. Но вязать ими будет неудобно. Поэтому для подобных случаев стоит выбрать обоюдоострые спицы. Вот тут я, кстати, согласна. Я вот первый раз встречаю ту информацию, которая доходила своей головой, что рукава мне удобнее вязать на носочных спицах. И я даже собиралась заказывать набор, чтобы у меня были носочные спицы, вот эти обоюдоострые, разной толщины. Прямые спицы могут быть алюминиевыми, пластмассовыми, деревянными, бамбуковыми, стальными или костяными и иметь тефлоновое или пластиковое покрытие. Круговые спицы бывают пластмассовыми, алюминиевыми, бамбуковыми или деревянными, с соединительным тросом из пластика. Наиболее распространены алюминиевые и пластмассовые спицы. Спицы из этих материалов легкие и гладкие, хотя считается, что алюминиевые спицы более гладкие и очень прочные. Пластмассовые спицы почти бесшумные и более теплые на ощупь, чем алюминиевые. Пластиковые или тефлоновые покрытия спиц делают их еще более гладкими и обеспечивают легкое скольжение петель. С повышением спроса на товары из натуральных материалов в нос стали популярными деревянные и бамбуковые спицы, гладкие, легкие и теплые на ощупь. Однако при постоянном использовании таких спиц на руках может образоваться налет от натуральных масел, содержащихся в древесине. Поскольку эти материалы не такие твердые, как пластик или алюминий, надо постоянно следить, чтобы концы спиц были ровными и без повреждений. Скорость вязания на бамбуковых спицах или деревянных спицах более медленная, чем на алюминиевых или спицах из пластмассы. Впрочем, для новичка это скорее достоинство, чем недостаток, так как петли более плотно обхватывают спицы и не скользят. Вот тут, девчонки, выскажу свое мнение. Для меня, вот я, из моего опыта, что я вязала, я вязала вот этими с Алиэкспресс, там алюминий, по-моему, покрыт чем-то, очень хорошо скользят, действительно, вот эти с покрытием. Потом наши, совдеповские, вы часто встречаете у меня алюминиевые, люблю я их. Вот вы покупаете новые спицы, и буквально вам одну вещь нужно связать, чтобы они зашлифовались, и потом мне на них вязать удобнее всего. Вот правда, вот эти классические алюминиевые спицы для меня самые удобные. Еще был у меня набор деревянных спиц Алиэкспресс. Значит, что хочу про них сказать. Да, действительно, на них вязать сложнее. Очень быстро делаются заусенницы, и очень маленькая у них, как бы, жизнь. Да, они быстро, особенно тоненькие, они моментально ломаются, и моментально делаются там на них заусенницы. Вот у меня и такие обоюдоострые, ну, насочные были деревянные, и на леске деревянные, вот они очень быстро выходят из строя. И практически без, как бы, без шанса их восстановить. Потому что если делается вот эта заусенница, да, все, конец фильма. Так, далее читаем. Костяные спицы уже давно не выпускаются, и их чаще можно увидеть в коллекциях, но в последнее время в продаже появились спицы из синтетических материалов, напоминающих кость. Стальные спицы, в действительности никелированные, тоже непросто найти в продаже, хотя они до сих пор производятся. В основном выпускают наборы из 5 тонко обоюдоострые стальные спицы, которые очень ценятся вязальщицами кружев за их тонкость и прочность. Наиболее важная часть спиц – это рабочие концы. Концы спиц могут быть очень разными. Все зависит от производителя и от материала, из которого изготовлены спицы. Проверьте, какие концы на ваших спицах. Очень тонкий и острый конец может расщепить нить пряжи, а слишком тупой – затруднить введение спицы в петлю. Если вам кажется, что концы спиц не справляются со своей работой, попробуйте поменять спицы. Никогда не используйте спицы с поврежденными концами, они замедлят ход работы. Полотно будет неровным, а пряжа будет рваться. Тут я на 100% согласна. Так, таблица размеров спиц, которая нам совершенно не нужна. И я вам с большой радостью могу сообщить, что мне читать легче. Стало, видите, текст стал более четким, и мне стало легче читать. Поэтому я надеюсь, что я далее буду меньше запинаться. Так, измеритель плотности вязания. Измеритель плотности вязания представляет собой шаблон из металла или пластмассы. Ну, у меня пластмассовый и вполне себе ничего. С помощью линейки, размеченной на одной стороне шаблона или вырезанного в центре окошка, можно определить плотность вязанного полотна. Расположенные на шаблоне отверстия разного диаметра помогут определить толщину номер спиц. Длина вырезанного окошка должна быть не менее 5 сантиметров. А то и больше. Ну, обычно я и меряю на 5 сантиметров, но оно не совпадает, девчонки. Потом на большом полотне это видно больше. Поэтому много вязальщиц рекомендуют вязать образцы для определения плотности больше, чтобы более точно определить эту плотность. Для измерения плотности вязанного полотна удобнее использовать именно измеритель, а не сантиметровую ленту. Чтобы выполнить расчет петель, положите вязанное полотно на плоскую поверхность и сверху приложите измеритель плотности вязания так, чтобы в окошке был виден один ряд петель. Чтобы узнать, сколько петель приходится на 5 сантиметров, посчитайте количество петель и рядов в окошке и разделите на сантиметры, обозначенные на линейке. Некоторые измерители имеют вырезанное окошко квадратной формы, которое позволяет рассчитать не только плотность петель, но и плотность рядов. На большинстве измерителей плотности вязания расположены отверстия для определения толщины немаркированных спиц или спиц с неправильным номером. Обычно на измерителях указаны размеры в американской и европейской метрической системе мер. Многие измерители сделаны из пластмассы, чтобы при определении номера не проведился верхний слой спиц с тефлоновым покрытием. Для определения толщины спицы достаточно ввести ее в отверстие до середины. Номер подходящего отверстия и есть номер вашей спицы. Вспомогательные спицы. Это короткие, обоюдоострые спицы, на которые снимают петли, выполняя узор косичка. Вспомогательные спицы могут быть с изгибом посредине или в форме буквы У с одним длинным концом. Изгиб препятствует соскальзыванию петель и со спицы при выполнении перекрещивания петель для косички. В продаже имеются изогнутые спицы разной толщины из различных материалов. Девчонки, про вот эту спицу у меня где-то есть, но я ни разу не пользовалась. Вот кто пользуется вот этими изогнутыми спицами вспомогательными, сейчас я покажу вам какая. Вот такая вот у меня. Но я никогда ей не пользовалась. Кто пользовался, напишите пожалуйста ваше мнение, вот мне интересно как это все. А по поводу спиц, девчонки, то чем я пользовалась, вот с Алиэкспресс, я вам оставлю все ссылки. И кстати у меня есть линейка, вот эта очень классная, которая на первом видео. Там и измеритель спицы, она копейки стоит, она с Алиэкспресс и ножичек, и измеритель спиц, и плотности. Вот все в одном флаконе, в этой линеечке. Очень удобно. Я тоже оставлю вам ссылочку, так что переходите. Смотрите, и те деревянные круговые, а не копейки. Кстати на Алиэкспресс стоят деревянные спицы, там комплект от А до Я, от единички и до десятки, если не больше. Так, отвлеклась. Вязальные крючки. Как и спицы, вязальные крючки могут быть выполнены из самых разных материалов. Номер крючка обозначается буквой или цифрой. Очень часто вязальщицы используют крючок для подъема спустившихся петель или для отделки кромок. Купите набор из крючков разной толщины и держите под рукой наравне с прочими принадлежностями для вязания. Ну вот размеры крючков тут. Вот, понятно, кстати британские не такие. Американ, европейские, вот они наши, в миллиметрах, все четко и понятно. А вот она, кстати, девчонки, линейка для измерения. Да, вот. Вот, для измерения. Ну это стародавнее. Сейчас мы такими не пользуемся. О, опять размыто. Маркеры. Маркеры используются для отслеживания изменений в узоре и обозначения прибавлений, убавлений, а также начала ряда в круговом вязании. Маркеры переносятся с пустой спицы на спицу с петлями. Поэтому должны быть гладкими, целыми, чтобы не цепляться за полотно и не царапать руки. Маркеры бывают в виде колец или скрепок и выпускаются различных форм и цветов. Преимущество маркеров скрепок в том, что их можно прикрепить непосредственно к петлям и затем легко снять. Прекрасная альтернатива маркера – гладкие и ровные рыболовные разъемные кольца, ух ты, продающиеся в спортивных магазинах. Также вместо маркеров можно использовать отрезки контрастной пряжи, что я с успехами делаю. Держатели петель. Держатели петель нужны, чтобы петли, не задействованные в работе, в данный момент не распускались. Существуют держатели различного вида от удлиненной английской булавки до сложных приспособлений с пружинами. Длина держателей петель барьируется от 4 до 10 сантиметров. Обычно наиболее практичные в использовании оказываются держатели небольших размеров. Если вам нужно отложить большое количество петель, иногда проще протянуть сквозь них и завязать концы. Счетчики рядов. Небольшие приспособления, предназначенные для подсчета выполненных рядов в процессе работы. В продаже имеются разнообразные счетчики рядов. Цилиндрики, которые надеваются на спицу. Они должны быть одного номера с вашими спицами. Более крупные цилиндрики с кнопкой для отсчета каждого ряда, а также напоминающейся доску для игры криббидж с двигающимися колышками, позволяющие считать ряды и следить за изменениями в узоре. Есть модели с двумя окошками для одновременного подсчета общего количества рядов и рядов отдельного участка аэропорта. Все счетчики рядов механические, поэтому не забывайте переводить в колесико счетного механизма возле каждого провязанного ряда. Наконечники для спиц. Это маленькие защитные колпачки, которые надеваются на концы спиц, не задействованных в работе. Они сделают острые концы безопасными, а также не позволят сползти петлям с открытых концов спиц. С каждой спицы можно подобрать наконечник нужного размера. Швейные иглы. Швейные иглы используются для выполнения сдвоенной петли на вязаном полотне, а также при сшивании деталей, плетении концов нити в полотно после их закрепления. Вязальщицам лучше всего использовать штопольные или гобеленовые иглы из материала или пластмассы с тупым кончиком. Металлические иглы более гладкие и прочные. Тупой кончик предпочтительное острого, так как не расщепляет пряжу. Для выполнения объемных узелков существуют пластмассовые иглы с маленьким шариком на самом конце. Игольное ушко должно быть достаточно широким, чтобы можно было без труда вдеть толстую нить. Булавки. Каждой вязальщице обязательно понадобятся булавки прямые, Т-образные или английские. Прямые булавки нужны для скалывания вязаных деталей перед сшиванием. Лучше всего использовать булавки с разноцветными пластиковыми головками, чтобы они не затерялись на вязаном полотне. Т-образные булавки подходят для скалывания тяжелых изделий. Они также незаменимы во время придания деталям требуемой формы, так как легко вкалываются, вынимаются и крепко соединяют вязаные детали. Наиболее практичными являются английские булавки. Их можно использовать в качестве держателей для небольшого количества петель. Можно закрепить случайно спущенную петлю. Английские булавки очень удобно использовать как маркеры, помечая ими нужные ряды. Если же узор полотна на лицевой и изнаночной стороне практически одинаков, можно с помощью булавки обозначить лицевую сторону. Шпульки. Шпульки. Маленькие пластиковые шаблоны, на которые наматываются небольшие отриски цветной пряжи при вязании жаккардовых узоров. По форме шпулька похожа на плоскую катушку для ниток. Пряжа намазывается на узкую среднюю часть, а широкие края удерживают нить от разматывания. Сантиметровая лента. Еще одним важным инструментом для вязальщиц является сантиметровая лента. Она должна быть довольно гибкой, но не эластичной. Лучше всего использовать сантиметровые ленты из стеклопластика, так как они, в отличие от пластиковых, не реагируют на изменение температуры и не меняют форму. Многие ленты имеют двойную разметку в сантиметрах и в дюймах. Очень удобно в использовании ленты-рулетки. При малейшей деформации или изношенности сантиметровую ленту необходимо заменить на новую. Ножницы. При вязании используйте небольшие ножницы с острыми концами. Если вы храните ножницы вместе с вязанием, обязательно держите их в футляре или наденьте защитные колпачки на острые края, чтобы они не повредили связанное полотно. Графическая сетка. Для схемы выкройки и схематических набросков, придуманного вами свитера, прекрасно подойдет и обычный листок в клеточку. Однако, если вы решили этот свитер украсить оригинальным разноцветным узором, то для его создания вам понадобится именно графическая сетка, так как она разлинована с учетом разных масштабов. Например, плотность на 2,5 см, 5 петель и 7 рядов на миллиметровой бумаге будет выражена на 5 клеточках по горизонтали и 7 клеточках по вертикали на каждые 2,5 см. Это позволит делать эскизы прямо на графической сетке, избегая несовпадения схемы с конечным результатом, как часто бывает, если вязать по схеме, выполненной на обычном листке в клеточку. Ну, вот тут я не знаю. Тут я такого не делала никогда, даже такой сетки не видела. Это, наверное, для дизайнеров. Ну, или если в программе делать, да, вот эту вот программу нам, конечно же, рассчитать. Сейчас уже не то время, наверное, когда писалась эта книга. Сейчас уже все нужно сделать в программе. Держатель для пряжи и устройство для намотки клубков. Устройство для перемотки пряжи из паснов клубки облегчает процесс перематывания вручную. Держатель для пасма представляет собой конструкцию, похожую на зонт, на которую надевается пасма пряжи. Держатель свободно вращается на оси, в то время как вы наматываете клубок, потянув за нить. Некоторые держатели для пасма имеют в верхней части рычажок для переключения вращения в обратную сторону, для намотки пасма из клубков пряжи. Устройство для намотки клубков – это небольшая машинка с рукояткой, вращая которую вы с легкостью смотаете пряжу в клубок. Ну, тоже, не знаю, никогда не пользовалась. Магнитная линейка – очень удобное устройство, указатель для сложных описаний узоров и графических схем. Это простая металлическая пластина с магнитной линейкой. Положите инструкцию или схему поверх пластины и передвигайте по ней линейку ряд за рядом по мере продвижения работы. Ну, это тоже, девчонки, уже устаревшая информация. Ну, то есть она не устаревшая, но сейчас есть, опять же, программа, которая с легкостью это делает. Вот, передвигает вот этот вот узор. Ворсовые щетки. Это щетки жесткой щетиной, которая распушает ворсовые пряжи, такие как мохер или расчесывают шерстяные нити, скручивающиеся в процессе работы. Бывают двухсторонние щетки с щетиной разной степени жесткости. Организация работы. Рабочая папка. Вот это вот очень интересно. Заведите рабочую папку для хранения разнообразных заметок и примечаний в процессе работы. Некоторые вязальщи захранят в папках копии инструкций и схем, чтобы не носить повсюду оригиналы. Наиболее организованные рукодельницы хранят в рабочих папках образцы узоров с этикетками пряжи, из которой они были связаны. Записи о размере спиц и прочую нужную информацию. Рабочие сумки и корзины. Так, ну сейчас по поводу папок, наверное, у всех плейлисты, да? Сохраненные видео. Рабочая сумка для хранения вашего вязания должна быть гладкой изнутри и достаточно большой, чтобы изделие, над которым вы работаете в данный момент, можно было удобно не разместить. Кроме того, в сумке должны быть кармашки, которые можно положить в мелкие предметы, например, сантиметровую ленту, держатель петель или булавки. Также можно поместить в рабочую сумку коробку для хранения мелких вязальных принадлежностей. Если вы носите вязание с собой, то сумка должна иметь удобные ручки. Бывают сумки с деревянными внутренними устройствами, расширяющиеся, когда сумка стоит на полу около вас, пока вы вяжете, и складывающиеся с вязанием внутри, когда вы хотите перенести сумку. Шерсть светлых расцветок очень сложно сохранять чистой в процессе вязания. Отличным решением для хранения рабочей пряжи являются небольшие пластиковые коробки для клубков. В крышке они имеют небольшое отверстие, сходя в которое вытягивается нить. Уход за вязальными принадлежностями. Ваши инструменты для вязания должны храниться в чистоте и быть защищены от пыли. В продаже имеются различные приспособления для хранения спиц, от чехлов с кармашками для хранения спиц разной толщины, до массивных пластиковых пеналов со съемными крышками. Если ваши спицы загрязнились, протрите их влажной тряпочкой, а затем насухо вытрите. Если пряжа не скользит по спице, как следует натрите спицы по всей длине вощеной бумагой. Если стальные спицы покрылись ржавчиной, очистите их тряпкой, смоченной в керосине. Затем промойте и натрите защищенной бумагой. Также можно отполировать спицы стальной мочалкой. Дополнительные аксессуары. Диск для помпонов. Это пластиковые диски с отверстием в центре. Для изготовления помпонов нужно намотать пряжу на диске. Тоже вам ссылочку оставлю, есть у меня такие. Устройства для плетения шнуров. В продаже имеются устройства для плетения шнуров из пластика, иногда имеющие декоративную форму. Например, грибка, как показано на рисунке на предыдущей странице. Давайте посмотрим грибок. А вот, нет, это не он, это шпулька. Вот он, грибок. И, кстати, видела я на Алиэкспресс вот такое приспособление. Вот, девчонки, все полезные ссылки я вам оставлю в описании. Потому что вот эти шнурки вязать, шнурка вязалки тоже есть в Алиэкспресс. Так, основные приемы вязания, девчонки, это я читать не буду, потому что это, как бы, такая базовая информация, которую мы все уже знаем. Лицевые петли, как держать пряжу, как держать спицу. Так, набор петель. Это, девчонки, кто хочет углубиться, тот я не думаю, что сейчас кто-то вяжет по книгам, именно учатся. Все учатся по видеоурокам, да. Там нагляднее, там понятнее. Поэтому эту часть я упускаю. И мои подписчицы, я более чем уверена, ну, что-то, конечно, полезного здесь можно найти, но вас интересует вот такая вот более такая техническая, да, информация. Не техничная, ну, теоретическая теория. Вот. Вот у меня тоже, вот, по поводу формулы расчета, вот это вот. Советы по набору петель. Вот это я вам сейчас прочитаю. Наборный край должен быть плотным, но не стянутым. Слишком затянутый край, в конце концов, порвется и распустится. Чтобы избежать затягивания края, при наборе петель, используйте более толстые спицы или две спицы, сложенные вместе. После набора петель, не забудьте перейти на спицы нужной толщины. Слишком слабый наборный край выглядит неаккуратно. Для создания плотного края, набирайте петли двойной нитью. Плотный набор петель подходит для неэластичных нитей, таких как хлопок или шелк. При вязании из этих видов пряжи, вы также можете использовать при наборе более тонкие спицы или набрать на несколько петель меньше, равномерно прибавив нужное количество петель в одном ряду после резинки или кромки. При наборе большого количества петель, очень удобно длинные спицы. Надевайте на спицу маркер после каждого десятка петель. Это поможет вам вести отщуп. Всегда оставляйте свободный конец нити длиной 30-40 см, чтобы использовать его для сшивания деталей, чтобы свободный конец не мешал при работе. Намотайте его на шпульку. Так, далее идет лицевая, изнаночная, узоры. Это все, это все нам неинтересно, я считаю. Вот узоры. Обычно классическое. Практические советы по присоединению новой нити. Это я вам зачитаю. По возможности старайтесь брать в работу пряжу от нового клубка в конце или в начале ряда. Когда изделие будет готово, вы без труда сможете развязать концы и вплести их в швы. Однако случается, что замену пряжи необходимо произвести в середине ряда, например, при круговом вязании или при выполнении некоторых цветных узоров. Соединение нитей в середине ряда на гладком полотне, например, на чулочном вязании, должно быть выполнено очень аккуратно. Старайтесь присоединять новую нить в наиболее незаметных местах при смене узора или на участке ажурного вязания. Очень важно во время сборки готового изделия спрятать концы пряжи в полотно. Заделка нитки внутрь вязаного полотна всегда выполняется с изнаночной стороны работы. Узлы развязываются и нити вплетаются в полотно в противоположных направлениях. Если пряжа очень толстая, расплетите нить на отдельные пряди и вплетайте каждую прядь отдельно. Есть несколько способов узнать, хватит ли вам пряжи, чтобы завершить ряд. Если к началу следующего ряда пряжи осталось совсем немного и вы не уверены, удастся ли довязать ряд до конца, положите деталь на плоскую поверхность и протяните оставшуюся нить до противоположного края полотна, туда и обратно. Если длина нити равна 4-х кратной ширине полотна, значит пряжи достаточно. Чтобы связать один ряд простым узором, два ряда, в которых вывязываются шишечки или косички, потребуется больше пряжи. Еще один способ. В начале ряда сложите оставшуюся нить пополам и завяжите скользящий узел на расстоянии примерно 15 сантиметров от сгиба. Если связав ряд до конца, вы не достигли узла, значит пряжи хватит на вязание еще одного ряда. Ну тут про узел что-то мне не совсем понятно. Здесь вот у нас способы соединения нитей, прибавления нитей, классические как бы знания. Ну то есть основа вязания. Закрывание петель. Тут уже практическая часть, я считаю, читать нет смысла. Инструкции по вязанию. Вот это мы, девчонки, будем читать, потому что здесь у нас размеры, размеры вязаного изделия, таблица соответствия, размеры, схемы, выкройки, материалы, как вязать образец, сверкоплотность, очень-очень-очень полезная информация. Какую-то часть я вам прочитаю в этой части, в этом видео, и все остальное пойдет на третью часть видео. Вот. Я не знаю, сколько их еще будет. Значит, эту часть я вам пока еще читаю. Инструкции по выполнению моделей. Все. Можете уткнуться в вязание. Тут уже пока никаких схем и рисунков. Просто слушаем. К счастью, у меня здесь все хорошо видно пока. Инструкции по вязанию могут различаться по стилю написания, но все они имеют одинаковое назначение и последовательность. Используют одинаковые стандартные сокращения и термины. Поначалу мог показаться запутанными, особенно если вы работаете с инструкциями впервые. Изучаете их, и вы увидите, что на самом деле все они вполне логичны и просты в применении. В начале этой главы мы расскажем о том, как обозначаются размеры, что имеется в виду под размерами вязаного изделия, какие материалы вам понадобятся для работы, а также как связать образец плотности вязаного полотна. Прежде чем начать вязать по инструкции, прочтите ее от начала до конца. Обратите внимание на все примечания, описание узора и на перечень материалов, которые понадобятся при работе. А изучив выкройки модели, которую вам предстоит вязать, вы поймете, сможете ли вы с ней справиться и подойдет ли данная модель по вашему индивидуальному стилю. Если вы новичок в вязании, лучше всего выбрать модели с простым узором и фасоном, пока у вас не будет достаточно опыта для выполнения более сложных проектов. Размеры. Инструкции выполнения модели обычно составляются для нескольких размеров. Самый маленький размер указан первым и стоит перед скобками. Большие размеры даны внутри скобок по возрастанию. При чтении инструкций ваш размер везде будет на своей позиции. Например, если ваш размер указан третьим, все последующие обозначения для вашего размера будут третьими по счету, включая количество пряжи, номер спиц для набора петель. И так далее. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. Перед работой выделите свой размер в инструкции. Это поможет избежать путаницы при чтении описаний. Размер определяют по окружности груди или обхвату бедер. Важно помнить, что эти размеры соответствуют размерам вашей фигуры, а не конечным размерам готового вязаного изделия. Части этой главы, в которых говорится об окончательных размерах изделия и схемах выкройки, помогут определить нужную степень облегания. Размеры вязаного изделия. Размеры вязаного изделия и размеры после того, как все детали были связаны и шиты вместе. Ох, извините, еще раз. Размеры вязаного изделия. Размеры вязаного изделия это размеры изделия после того, как все детали были связаны и шиты вместе. Размеры деталей, указанные на схему, помогут решить, какой размер модели выбрать. Размеры деталей у всех изделий разные. Например, изделие простого фасона и узора будет иметь более широкий диапазон размеров, нежели изделие сложного фасона или с непрерывно повторяющимися широкими фрагментами узора. Вот она, девчонки, схема. В инструкции по вязанию обычно указаны три размера. Окружность груди, конечная длина изделия и ширина рукава. Окружность груди, ширина передней и задней детали изделия на уровне груди. Если вы вяжете кардиган на пуговице, окружность измеряется с наложенным внахлёст передним полочками, застёгнутыми на пуговице. Конечная длина, длина от верхней точки плечевого скоса до нижнего края изделия. Ширина рукава измеряется по самой широкой его части, сформированной после всех выполненных прибавлений до оката рукава, если он предусмотрен. Рукав должен быть такой ширины, чтобы удобно облегал предплечье. Для некоторых изделий с необычным фасоном могут быть даны дополнительные размеры. Например, окружность талии, половина обхвата, ширины бёдер или расстояние от края одного рукава до края другого. Для свободного облегания изделия необходимо учитывать припуски. Припуск на свободное облегание определяется путём вычитания размеров фигуры из окончательных размеров изделия. С помощью таблицы соответствия вы сможете рассчитывать припуск на облегание для желаемого размера. Например, если обхват вашей груди равен 91 сантиметру, а окружность груди изделия составляет 114 сантиметра, припуск на облегание по окружности груди изделия составит 23 сантиметра. И изделие будет очень просторным. Если же вы хотите связать это же изделие, но не таким свободным, возьмите для расчёта меньшую окружность груди изделия 106 сантиметров. Припуск на облегание составит 15 сантиметров. Схема выкройки – это графическое изображение деталей в масштабе, которое очень часто сопровождается инструкциями по вязанию. На схеме указаны размеры деталей изделия до сшивания или отделки. Умение читать схемы выкройки поможет вам очень пригодиться, когда вы узнаете больше о припусках на облегание и научитесь определять наиболее подходящий вам размер. В некоторых инструкциях даны изображения деталей целиком, однако если перед и спинка смоделированы одинаково, то даётся одна схема для обеих деталей. В описании кардигана на пуговицах представлены схемы спинки и одной из передних полочек. В некоторых инструкциях на схемах изображены только половины деталей изделия. Вот здесь вот на схеме видно. Справа приведена схема цельной спинки кардигана на пуговицах. Численные линии обозначают размеры каждого отрезка между точками в дюймах и сантиметрах. В правее спинке изображена схема левой полочки кардигана. Числа на линиях обозначают величины отрезков от нижнего края полочки до основных точек снятия мерок. Внимательно сверьте все размеры, приведенные в инструкции, так как в схемах некоторых инструкций указаны величины отрезков от одной точки до следующей точки, а в других даны размеры в порядке возрастания. Сверьте размер по окружности груди изделия с шириной деталей на схеме. В большинстве инструкций детали на схемах изображены в половину своей ширины. Чтобы рассчитать окружность груди кардигана, к ширине спинки прибавьте двойную ширину полочки и ширину припуска под застежку. Если в инструкции не включена схема выкройки, вы можете сами начертить ее, используя расчеты на основе плотности вязания данной инструкции. В главе 9 рассказывается, как это сделать. Материал. Во всех инструкциях по вязанию приведен перечень материалов и принадлежностей, которые понадобятся в работе. Чаще всего это перечень включены в вид пряжи и номер спиц, но может же не быть подробной информации о пряже и других аксессуарах, необходимых для работы. Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы определить, что вам понадобится. Чем больше вы знаете о рекомендуемой пряжи, тем больше спланировать, тем лучше, я так понимаю, легче будет спланировать ее расход или замену. В инструкциях указывается, сколько пряжи вам понадобится для вязания. Прежде чем начать вязать по инструкции, прочтите ее от начала до конца. Обратите внимание на все примечания, описание узора и на перечень материалов, которые понадобятся при работе. А изучив выкройки модели, которую вам предстоит вязать, вы поймете, сможете ли вы с ней справиться и подойдет ли данная модель по вашему индивидуальному стилю. Если вы новичок в вязании, лучше всего выбрать модели с простым узором и фасоном, пока у вас не будет достаточно опыта для выполнения более сложных проектов. Размеры. Инструкции выполнения модели обычно составляются для нескольких размеров. Самый маленький размер указан первым и стоит перед скобками. Большие размеры даны внутри скобок, по возрастам и при чтении инструкций ваш размер везде будет на своей позиции. Например, если ваш размер указан третьим, все последующие обозначения для вашего размера будут третьими по счету, включая количество пряжи, номер спиц для набора петель и так далее. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам. Перед работой выделите свой размер в инструкции. Это поможет избежать путаницы при чтении описаний. Размер определяют по окружности груди или обхвату бедер. Важно помнить, что эти размеры соответствуют размерам вашей фигуры, а не конечным размерам готового вязаного изделия. Части этой главы, в которых говорится об окончательных размерах изделия и схемах вытарки, помогут определить нужную степень облегания. Размеры вязаного изделия. Размеры вязаного изделия и размеры после того, как все детали были связаны и шиты вместе. Извините, еще раз. Размеры вязаного изделия. Размеры вязаного изделия это размеры изделия после того, как все детали были связаны и шиты вместе. Размеры деталей, указанные на схему, помогут решить, какой размер модели выбрать. Размеры к деталям у всех изделий разные. Например, изделие простого фасона и узора будет иметь более широкий диапазон размеров, нежели изделие сложного фасона или с непрерывно повторяющимися широкими фрагментами узора. В инструкции по вязанию обычно указаны три размера. Окружность груди, конечная длина изделия и ширина рукава. Окружность груди, ширина передней и задней детали изделия на уровне груди. Если вы вяжете кардиган на пуговице, окружность измеряется с наложенным внахлёст передним полочками, застёгнутыми на пуговице. Конечная длина – длина от верхней точки плечевого скоса до нижнего края изделия. Ширина рукава измеряется по самой широкой его части, сформированной после всех выполненных прибавлений до оката рукава, если он предусмотрен. Рукав должен быть такой ширины, чтобы удобно облегал предплечье. Для некоторых изделий с необычным фасоном могут быть даны дополнительные размеры, например, окружность талии, половина обхвата ширины бёдер или расстояние от края одного рукава до края другого. Для свободного облегания изделия необходимо учитывать припуски. Припуск на свободное облегание определяется путём вычитания размеров фигуры из окончательных размеров изделия. С помощью таблицы соответствия вы сможете рассчитывать припуск на облегание для желаемого размера. Например, если обхват вашей груди равен 91 см, а окружность груди изделия составляет 114 см, припуск на облегание по окружности груди изделия составит 23 см. И изделие будет очень просторным. Если же вы хотите связать это же изделие, но не таким свободным, возьмите для расчёта меньшую окружность груди изделия 106 см. Припуск на облегание составит 15 см. Схема выкройки. Это графическое изображение деталей в масштабе, которое очень часто сопровождается инструкциями по вязанию. На схеме указаны размеры деталей изделия до сшивания или отделки. Умение читать схемы выкройки может вам очень пригодиться, когда вы узнаете больше о припусках на облегание и научитесь определять наиболее подходящий вам размер. В некоторых инструкциях даны изображения деталей целиком. Однако, если перед и спинка смоделированы одинаково, то даётся одна схема для обеих деталей. В описании кардигана на пуговицах представлены схемы спинки и одной из передних полочек. В некоторых инструкциях на схемах изображены только половины деталей изделия. Здесь вот на схеме видно. Справа приведена схема цельной спинки кардигана на пуговицах. Числа на линиях обозначают размеры каждого отрезка между точками в дюймах и сантиметрах. В правее спинке изображена схема левой полочки кардигана. Числа на линиях обозначают величины отрезков от нижнего края полочки до основных точек снятия мерок. Внимательно к сверти все размеры, приведенные в инструкции, так как в схемах некоторых инструкций указаны величины отрезков от одной точки до следующей точки, а в других даны размеры в порядке возрастания. Смерьте размер по окружности груди изделия с шириной деталей на схеме. В большинстве инструкций детали на схемах изображены половину своей ширины. Чтобы рассчитать окружность груди кардигана, к ширине спинки прибавьте двойную ширину полочки и ширину припуска под застежку. Если в инструкции не включена схема выкройки, вы можете сами начертить ее, используя расчеты на основе плотности вязания данной инструкции. В главе 9 рассказывается, как это сделать. Материал. Во всех инструкциях по вязанию приведен перечень материалов и принадлежностей, которые понадобятся в работе. Чаще всего это перечень, включены вид пряжи и номер спиц, но может не быть подробной информации о пряже и других аксессуарах, необходимых для работы. Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы определить, что вам понадобится. Чем больше вы знаете о рекомендуемой пряжи, тем лучше, я так понимаю, легче будет спланировать ее расход или замену. В инструкциях указывается, сколько пряжи вам понадобится для вязания. Покупайте всегда немного больше, но удостоверьте, что все матки из одной партии, чтобы избежать разницы в цвете. Номер партии лота пряжи проставлен на этикетке матка после номера цвета и означает ванну, в которой пряжа этого конкретного матка окрашивалась. Вес указывается в унциях, граммах или как-то иначе. Если вы намереваетесь заменить пряжу, очень важная информация о длине нити в ярдах или метрах, поскольку матки одного веса могут иметь разную длину нити. Убедитесь, что длина пряжи на замену равна длине основной пряжи. В инструкциях часто указана торговая марка производителя и название пряжи, но не всегда вы найдете на этикетке имя производителя данной инструкции. Название цвета пряжи и его номер также входят в перечень. В некоторых инструкциях указан основной цвет, а не специфическое название цвета, напечатанное на этикетке. Если в перечне материала указана пряжа нескольких цветов, то обычно после такого цвета в скобках стоит его обозначение одной или несколькими буквами. Если указано только два цвета, то чаще всего в описании работы они будут называться нитями основного и контрастного цвета. Если указано более двух типов пряжи или цветов, в описании они будут выражены как А, Б, С и так далее. Такие же буквы могут обозначать эти цвета и на схемах. Иногда указана прочная информация о пряже, например, ее тип, состав и толщина, что очень помогает в выборе пряжи на замену. Помимо пряжи, в инструкции дана важная информация о рекомендуемой толщине спиц. Толщина спиц может быть выражена в американской и европейской метрической системе мер или в обеих. Иногда может быть указана предпочтительная для работы длина спиц. Если у вас не получается нужная плотность вязания при использовании рекомендованных спиц, попробуйте вязать на спицах другого размера, пока не добьетесь нужной плотности. К тому же в перечень могут быть включены прочие принадлежности, которые понадобятся в работе. Круговые спицы, вспомогательные спицы, шпурки и прочие. В инструкции также может быть приведен список дополнительных аксессуаров для отделки изделия, такие как пуговицы, тесьма, ленты или эластичная нить. Очень часто, помимо самих аксессуаров, указаны их размеры и количество. Плотность вязания. Плотность вязания. Количество петель передов на 2,5 см, которые зависят от размера лицевой петли. Величина петли может меняться в зависимости от толщины пряжи, номера спиц и натяжения нити. Натягивать нить пальцами рук тоже, что установить шкалу натяжения на швейной или вязальной машине, для определения, насколько туго нить проходит сквозь иглу. Каждая вязальщица натягивает пряжу по-разному, в зависимости от типа пряжи и используемых спиц, и даже от настроения вязальщицы. Несмотря на то, что все вязальщицы работают по-своему, тем не менее, одинаковая плотность может быть достигнута каждой из них, даже если они будут использовать спицы разной толщины, иногда толще или тоньше, более чем в 3 раза. Замена пряжи также влияет на плотность. Другая пряжа может изменить не только плотность, но и текстуру вязаного полотна. Плотность может меняться в зависимости от цвета одного типа пряжи. Например, плотность полотна, связанного черной нитью, может отличаться от полотна, связанного белой нитью. Да ладно! Вот это для меня новость, девчонки! Даже тип спиц может изменить плотность вязаного полотна. Вы можете добиться разной плотности, работая на алюминиевых или пластиковых спицах. Вот здесь вот я соглашусь. Убедитесь, что вы используете пряжу одного типа цвета и один тип спиц в процессе работы. Если вы не добились нужной плотности, размеры и текстура вязаного изделия изменятся. Вот почему так важно измерять плотность вязания прежде, чем приступать к работе. Это то, о чем я всегда говорю. Каждый образец выполнен чулочным вязанием с равным количеством петель и рядов, но на спицах разной толщины. Чем тоньше спицы, тем меньше образец. И чем толще спицы, тем образец больше. Вот они. На иллюстрациях показано три разных узора, выполненных на спицах одной толщины с равным количеством рядов и петель, но получившиеся разных размеров. Как вязать образец плотности? Образец плотности, небольшая вязаная деталь, выполняется перед началом работы над будущим изделием, чтобы убедиться, что его плотность соответствует плотности, указанной в инструкции. Обычно плотность вязания указывается для образца размером 10 на 10 сантиметров. Ваш образец должен быть минимум такого размера, чтобы его легко было измерить и рассчитать точную плотность. Если плотность указана для более маленького участка, вам нужно будет подсчитать петли и ряды, необходимые для 10 сантиметров. Например, если указана плотность на 2,5 сантиметра, умножьте количество петель и рядов на 4. Если на 5 сантиметров, умножьте на 2. Используя рекомендованные спицы и пряжу, наберите столько петель, сколько уложится в 10 сантиметров. Можете добавить 2 кромочные с каждого края, чтобы облегчить расчет петель между ними. Вы также можете связать образец, который будет на 4-6 петель и рядов шире указанного, и провести измерение по нужному количеству петель между булатками. Чаще всего плотность вязания указывается для чулочного вязания. Однако, если расчет плотности вязания предназначен для узорного полотна, свяжите образец этим узором. Не всегда возможно уложиться в 10 квадратных сантиметров, когда вы вяжете узор, поскольку в образце должно быть определенное количество петель. Чтобы определить плотность, вы можете использовать центральные 10 сантиметров, или измерить весь образец и разделить сантиметры на количество петель, чтобы получить количество петель на 2,5 сантиметра. Если вы вяжете изделия, в котором встречаются разные узоры, например, свидер выполнен оранистой техникой, а в инструкции дана одна плотность для всех узоров, свяжите один широкий образец, включающий все узоры. Если вы вяжете ажурный узор или используете пряжу, склонную к вытягиванию, например, хлопок или шелк, вяжите образец не менее 15-20 сантиметров, чтобы и горизонтальное, и вертикальное растяжение было учтено. Перед измерением образца отпарьте его. Если узоров нет, значит плотность дана для чулочного вязания. Связав образец, не закрывайте петли, а поместите их на держатель петель или просто обрежьте нить, и прежде чем снять петли со спицы, пропустите сквозь них нить. Закрытие край может немного стянуть верхние петли, что затруднит измерение образца. Но если вы вяжете образец ажурного и какого-либо другого узора, удлиняющего полотно, лучше закрыть последний ряд. Если плотность образца соответствует плотности полотна, указанной в инструкции, вы можете приступать непосредственно к вязанию. Но если образец не вполне соответствует, свяжите новый, пока не будет достигнута необходимая плотность. Если образец меньше указанной плотности, попробуйте связать его еще раз и на более толстых спицах. Если образец получился больше, чем нужно, возьмите спицы потоньше. Не каждый связанный образец прикрепите пометку с номером спиц, количеством петель и расчетной плотностью для будущих работ. Рассчитанной плотностью? Нет, расчетной. При вязании некоторыми видами пряжи, например, махером или буклированной пряжей, очень трудно подсчитать петли, так как они плохо различимы. В этом случае количество петель и рядов связанного образца должно полностью совпадать с данной инструкцией. Затем измерьте полученный образец или можно пометить маркерами нужное количество петель с обеих сторон и проводить измерение между маркерами. Если изделие будет вязаться по кругу, то и образец следует выполнить этой техникой, особенно если это чулочное вязание. При круговом вязании все ряды вяжутся лицевыми петлями, так как вязание лицевыми петлями немного отличается от вязания изнаночными петлями, то плотность плоского вязания немного отличается от плотности кругового вязания. Возможно связать образец, не работая по кругу, провязывая каждый ряд лицевыми петлями на круговых или обоих до острых спицах. После каждого ряда обрезайте нить. Не переворачивайте работу. Сдвигайте петли к другому концу спицы и вяжите следующий ряд. Повторять в конце каждого ряда. Если изделие будет вязаться по кругу, то и образец следует выполнять этой техникой. Особенно, если это чулочное вязание. При круговом вязании все ряды вяжутся лицевыми петлями. Так как вязание лицевыми петлями немного отличается от вязания изнаночными петлями, то плотность плоского вязания немного отличается от плотности кругового вязания. Возможно связать образец, не работая по кругу, провязывая каждый ряд лицевыми петлями на круговых или обоюдоострых спицах. После каждого ряда обрезайте нить, не переворачивайте работу, сдвигайте петли к другому концу спицы и вяжите следующий ряд. Повторять в конце каждого ряда. Сверка и измерение образца. Легче измерять образец на плоской поверхности. Закончим вязать образец, отпарьте или просто увлажните его, если в инструкции не сказано, что это запрещено. Положите образец на плоскую поверхность, например, на гладильную доску и приколите булавками, не растягивая. Когда образец полностью высохнет, измерьте его сантиметровой лентой или измерителем плотности вязания. Очень тщательно подсчитайте петли. Отклонение даже на половину петли сделает существенным различие в законченной детали. Некоторые виды полотна, например, резинку нужно немного растянуть, чтобы получить точную плотность. Плотность вязания может быть разной в образце и вязаной детали, потому что манера вязания может отличаться, когда на вашей спице всего несколько петель. Проверьте плотность связанного полотна сквозь 12-15 сантиметров, чтобы быть уверенным, что плотность правильная. Если плотность не достигнута, распустите деталь и слежите заново, но другими спицами, замеряя полотно каждые несколько сантиметров. Соблюдение плотности рядов. Некоторые вязальщицы полагают, что плотность рядов не так важна, как плотность петель. Это не совсем так. В моделировании деталях, таких как рукава, если вы выполняете все прибавления, прописанные в инструкции, предварительно не рассчитав точную плотность рядов, может измениться длина детали. Когда вы вяжете изделие по схеме выкройки цельной детали, вы должны соблюдать количество рядов, данное в описании. Если плотность рядов будет неверной, то готовая деталь получится либо очень длинной, либо короткой. Некоторые изделия вяжутся от одной стороны к другой. В этом случае ряды определяют ширину, поэтому правильный размер зависит именно от плотности рядов. Образцы плотности вязаного полотна не только могут достигнуть успеха в изготовлении изделия, но также могут пригодиться во многих других случаях. Вот несколько идей по использованию образцов. На образцах можно отрабатывать вязаные каймы, петель для пуговиц, вышивание на вязаном полотне и сборку деталей. Можно сшить из накопленных образцов плед или покрывало. Разместите образцы в рабочей папке для последующего использования. Из образцов можно сделать карманы или использовать их как заплаты. Используйте образцы в качестве тестов на усадку или устойчивость цвета пряжи. Кстати, очень полезные советы, девчонки. Я, кстати, собирала когда-то образцы, но в итоге был переезд, я их выбросила, а хотела сделать плед. Так, измерение образца. Можно измерить образец между кромочными петлями при помощи сантиметровой ленты, как показано на первых двух фотографиях. Или поместите измерительную плотность вязания в центре образца и подсчитайте, сколько петель и рядов приходится на 5 сантиметров вырезанного справа окошка, как показано на третьей фотографии. Так. Ну и далее, девчонка, идут сокращения. Это я тоже упускаю. Меня интересует, я думаю, как и вас, моделирование и вот эти формулы, которые терминология... Нет, наверное... Ну, я еще подумаю. Вот эта вот часть у меня сегодня... Вы напишите вот эти сокращения. Ну, я думаю, хотя, может, возможно, не нужно прочитать. Вот, как бы, немного уяснить. Вот терминология и условные обозначения. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, прочитать ли эту часть. Вот. Исправление ошибок. Потому что я наметилась, как бы, следующую часть считать именно вот это моделирование. Ну, у нас вот есть еще такая промежуточная. Вот. Нужна ли она? Или не нужна? В общем, девчонки, вы мне, пожалуйста, вот это вот... Помогите мне. То есть, подскажите. Многоцветная... Ну, вот, наверное, это я и прочитаю в следующем. Про вязание. Наверное, все-таки нужно. Вот я теряюсь в догадках, девчонки. Вы мне, пожалуйста, скажите, как мне поступить. Вот пропустить вот эту часть, которую я листаю. Или это тоже очень важно и интересно. Вот. В общем, я буду основываться на ваших комментариях. В общем, на ваших пожеланиях. Формовка, сборка. Это однозначно мы будем читать. Вот. Ну, и моделирование тоже однозначно будем читать потом далее. Итак, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.